Розы из Мельсансада. В этом году, в 2021, впервые заказывала розы из этого питомника. И вот хочу сейчас подвести итог, показать вам, как розы наросли. Перед вами моя роза Цикламен Пьер Дерансар. Я считаю, что она росла очень даже неплохо. Две плети базальные. Получилось два побега базальных, хороших, таких мощных. Вот еще скелетная плеть отходит. Ну и ту мелочевку, там можно не считать, она вырежется. Вот Цикламен Пьер Дерансар. Он не цвел. Практически дал только один цветочек. Я увидела, что это он. Цветочек был мелкий, совсем никакой. Ну, хотя бы соответствовал цвету и был похож на Пьера. Вот так развивается Цикламен Пьер Дерансар. Очень даже неплохо. Хорошо себя чувствует розочка. Цветет осенью и радует меня Мельсансадовская Жюли Андрио. Вот такие шикарные цветочки. Вы знаете, сейчас как никогда хорошо выглядит, потому что летом трипсы съедали. Вообще ужас ужасный. Сейчас очень хорошо себя чувствует. Показываю куст теперь. Вот так. Очень хорошо нарос. Даже лучше, чем Цикламен Пьер Дерансар. Давайте покажу. Вот базалочка какая есть у него. Вот какой мощный базальничек. Так-так-так-так-так-так-так-так. Как бы подлезть. В общем-то, весь не получается мне. О, вот. Вот базальничек. Не прищипываю. Сам разберется. Планирую укрыть. Не знаю, получится ли, но планирую укрыть в зиму. Бутонов пока что хватает. Я больше от нее не требую, но она готовится активно к цветению. Очень хотелось бы, чтобы успела. А тут Сентиньи Лилайли Роуз. Тоже из Мельсансада. Роза шикарнейшая. Ни разу не пожалела о том, что я ее приобрела. Очень мощная. Нарастает широким пышным кустом. Тоже сейчас и готовится к зиме. И в то же время выдает бутоны. Вот. Вот они. И если получится, она даст мне третье цветение. Очень надеюсь, что погодка будет благоприятной и все получится. Но роза мне очень нравится. Мощная, шикарная. Саженец был хороший. Я, честно говоря, мало у кого встречаю вот такие шикарные розы. Что-то знает Александр Мельничук. Что-то знает. Какие-то секретики у него есть. Лошадки такие у него все. Так. Ну и последняя роза. Это Парпл Имперрор. Тоже шикарная роза. Чуть-чуть послабее, чем предыдущие кусты. Но сама роза по себе такая, ну скажем, утонченная. Вся такая из себя нежная. Вот она готовится к зиме уже. Наращивается народий. Один цветочек есть с пролиферацией. Я вам его показывала уже. Роза здоровая. Конечно, с профилактиками. Но я напугалась описанием ее в энциклопедии роз, что очень болявая. У меня пока, слава богу, все хорошо. Так что я саженцами из Мельсенсата довольна. Очень. Но я приобретала все саженцы двухлетки. Я не брала вегеташки, поэтому за вегеташки не скажу, не знаю. Ну и в целом ни у Александра Мельничука, ни у любых других производителей я вегеташки не буду покупать. Это не мое. Лучше годик подождать, годик второй, и получить уже двухлетку нормальную, которая нормально приживется, нормально себя покажет. Ну вот и все. Куст нарос небольшой. Но я повторюсь, роза сама по себе такая нежная, утонченная, не очень сильно рослая. Вот так. Вот, пожалуй, и весь обзор. Больше показать, сказать нечего. Кроме того, что я довольна, вы это и так уже слышали. Поэтому это один из тех питомников украинских, которые я могу смело порекомендовать. Которым я осталась довольна. Нет пересорта, нет никаких проблем. Заказала, получила. Все вовремя, все в оговоренный срок. В общем-то, ни сучка, ни задоринки, как говорится. Все, на этом пока-пока. Покупайте розы, высаживайте. Пусть они вас радуют, пусть всегда будут здоровы. До новых встреч.